Христос воскрес! Воистину воскрес! Из прекрасного престольного града Иерусалима, Матери городов всех! Я рад приветствоваться со служителями, приветствую вас на телеканале Олимпак. Это программа влияния, мы воодушевлены. Почему? Рано утром, на рассвете. И подтверждает то, что действительно мы свидетели, очевидцы, что Иисуса Христа нет здесь. Это хорошая, прекрасная новость. Я начну с первой прекрасной новости на нашей встрече с вами о том, что его здесь нет, он воскрес. Приветствую, пастор Юрий. Шалом, дорогие, здравствуйте, телезрители, благословенные братья и сестры. Мы здесь утром, как Мария, которая однажды пришла сюда, она не могла дождаться всей этой субботы, когда она закончится, чтобы на утро первого дня недели, это значит воскресный день, прийти сюда и обнаружить, что камень отвален, что могила пуста, что тот, которого она так безумно любила, он уже абсолютно не здесь, он уже воскрес, как говорил и обещал, и сейчас он действительно находится на небесах, и мы рады, что наш Бог живой. Аминь, аминь. Пастор Петр Евчик, Шарлотт, прекрасный город, Норстская Лорайна, приветствую тебя. Приветствуем вас, друзья. Мы рады, что мы сегодня присутствуем здесь, по милости Господней, и в Библии есть много прекрасных событий, и в христианстве есть много очень важных праздников. Но воскресение Христово – это один из самых важных праздников в христианской жизни, потому что мы воскресли для новой жизни в Иисусе Христе. Поэтому мы сегодня радуемся, мы сегодня впечатления имеем, переживаем Божье благословение, проповедовать это, напоминать и провозглашать, что Он воистину воскрес. Воскресение – это… то есть христианство, единственное вероисповедание, основано на воскресении своего основателя. Аминь. Христианство – это единственное вероисповедание, единственная религия, но это не религия, которая основана на воскресении своего основателя, то есть основателя. Заберите воскресение Иисуса Христа из учения о Его воскресении, из учения, и христианство совершенно потеряет свою силу. Да, будет таким же, как все остальные… Совершенно. Оно станет в один ряд со всеми остальными религиями, традициями и прочее. Ну, хорошая новость, Алекс. Поприветствуй наших телезрителей, наших партнеров. Хорошей новостью. Какой? Шалом, уважаемые телезрители. Христос воскрес, конечно. И я хочу вспомнить то, что было 2000 лет назад. Ангел сказал женщинам, его нет здесь. Посмотрите место, где он положен. Его нет здесь. И действительно, его нет здесь. Мы это подтверждаем. И радость, которая наполняла женщин и учеников, наверное, та же и сегодня и у нас. Несомненно, несомненно. Друзья, то, что произошло на Голгофе, мы находимся на территории. Говорят, по традиции, по истории, она находится с левой стороны от нас, с правой стороны ваших телеэкранов. Чуть выше, наверное, метров 100, пастырь Юрий, где-то, может, 150. Это интересное место. Оно было открыто совсем недавно. Ну, 200 с чем-то лет назад, 1893 год. Генерал Гордон, он был верующим человеком. Однажды он проходил по этой местности. Он вышел за пределы старого города. И вдруг он увидел на скале что-то похожее на череп – глаза, нос, рот. И вдруг он начал открывать Новый Завет и смотреть места, которые написаны в Евангелии, которые являются инструкцией для определения того места, точного, координат этого места. И вдруг он увидел, что это есть здесь, вот в скале высеченная свежая могила. Когда археологи начали раскапывать, они увидели знаки первых христиан. Это знаки, которые говорили, что Иисус – Сын Божий. Значит, здесь что-то было связано с христианством. Рядом он обнаружил сад, потому что Библия говорит в Новом Завете, что это место, куда захоронили Господа, было в саду. В саду у богатого, чтобы исполнилось Писание, что к злодеям прищен и был погребен у богатого. Вдруг он обнаружил здесь цистерну для воды, потому что сад и вода – это неразделимые вещи. Сад нужно было поливать. И вот по таким признакам они как бы увидели, что здесь это место, потому что захоронение никогда не происходило в иудаизме внутри города. То есть за пределами стен, тем более здесь дорога на Дамаск. Дамасские ворота мы только что проходили, они всегда многолюдны, особенно во времена больших паломнических праздников. И с этими фактами он выдвинул свою версию, что это то, что действительно более соответствует место Священному Писанию, Новому Завету, где мог быть распят и похоронен, потому что, мы знаем, наступала пятница, срочно нужно было похоронить, и с мертвым телом далеко куда-то искать невозможно было до захода солнца. То есть по всем описаниям говорится о том, что именно это место более всего соответствует описанному в Новом Завете вещам, которые говорят, что могила и Голгофа, и за городом, и на, скажем так, рядом возле этой людской массы людей и римляне всегда хоронили, чтобы устрашить всех будущих бунтарей или преступников, да, как они выдвинули Иисусу, что Он преступник, что Он как бы виноват в тех бунтах происходящих. То есть все говорит о том, что более вероятно это то место, это та гробница, где был захоронен, и откуда воскрес самая лучшая новость для нас, наш Учитель Иисус Христос. В пророчески было сказано о том, что же Христос совершит. Мы говорим о триумфе, мы говорим о мажоре сегодня, о том, что смерть не могла удержать Его. Мы говорим о радости, мы говорим о торжестве. Но начиналось все не так, дорогие мои. Вы прекрасно знаете те, для которых страдание Иисуса Христа, те, для которых смерть на Голгофе, тех, для которых кровь Сына Божия. Это не что-то традиционное, религиозное, но это близко нашему сердцу. Вы прекрасно знаете, что слишком дорога цена была положена за вас и за меня. И знаменитая 53 глава пророка знаменитого Исаии. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Хорошая новость вторая, что есть категория людей, и мы относимся к категории тех людей, к категории тех служителей, которые поверили слышанному. Нам открылась мышца Господня. Это вторая прекрасная новость сегодня. Первое было то, что его здесь нет, а вторая, что я знаю, что ряд из вас, если миллионы из вас, наших телезрителей, поверили слышанному, то есть вы приняли его Господом и Спасителем. Вам открылась мышца Господня. Открылась мышца Господня, это его божественная рука открыта. Она открылась, и она не закрывается. Это третья хорошая новость сегодня, что она не закрывается. На протяжении тысячелетий, после того, как она открылась, не закрывается. У тебя есть возможность сегодня принять его, у тебя есть возможность его встретить, у тебя есть возможность приблизиться к нему, протянуться к нему. Итак, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Писание говорит о том, что величайший в глазах Бога Отца и самый презренный в глазах человека. Самый презренный, вот это парадокс. Пастор Питер, не является ли это парадоксом, что тот, который творил всю вселенную, настолько грех человека, настолько грех его творения, довел до безумия, что был распят Сын Божий. Самый великий в очах вселенной, самый превознесенный в очах своего Отца и самый презренный, самый ничтожный в глазах людей. На самом деле мы находим об этом, говорит Священное Писание, нет в нем ни вида, ни величия. Он не привлекал к себе чем-то таким особенным, чем могли привлекать люди. Я думаю, это была часть плана Божьего показать. Само рождение его было необычное и нестандартное. И я думаю, это был план Божий, чтобы не привлекать людей каким-то таким обычным образом или привычным образом, или убеждать людей. Но я думаю, здесь действовал вопрос веры. Люди должны были поверить. И здесь сказано, кто поверил слышанному от нас. Это очень важно, что мы сегодня верим этому слышанному, но не все уверовали. Потому что он не привлекал. Люди привыкли к стандартным каким-то, может быть, священническим одеждам, каким-то священническим таким стандартам, привилегиям, приемам. У него этого не было. Это был такой план Божий. И я думаю, что действовал вопрос веры. Конечно же, люди отвергли его. Люди не приняли его. И это является одним из таких больших преступлений человечества. Но вместе с этим, с другой стороны, мы понимаем, что другого пути не было. И что интересно, важно подметить, что он страдал добровольно. Он страдал добровольно. Он согласился на этот путь унижения. И не зря в Герсиманском саду, когда была первосвященческая молитва, там была определенная борьба, потому что Иисус, Он был Сыном Божьим, но вместе с этим Он был во плоти. Он переживал, Он сопереживал, и давление, искушение, проблемы всего мира легли на Него. Но Он остался верным Своему Отцу. Он дал согласие и пошел ради нас и ради вас. Аллилуйя! Жив Господь! Аллилуйя! И смотрите, что дальше пророчески говорит Исаии о Нем. Да, Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. Некто сказал, что одно из имен, наряду с сотнями имен, которые Библия открыла нам о имени Иисуса Христа, о имени Бога, одним из имен является муж скорбей и второе имя изведавшей болезни. Назовите мне человека на земле, в прошлом, в настоящем и в будущем, такого не будет, которого бы назвали муж скорбей или изведавшей болезни. Каждый из родителей при приходе нас на эту землю старается дать нам хорошие имена. Ну, мы с тобой, знаешь что, с греческого, пастырь? Земледельцы. Нет, нет, мы с тобой пастухи, пастыря. Пастыря. Да, конечно. Юрий, это пастырь, это пастух. А ну-ка, приложи. Пастырь, приложи. В отношении Петра? Да. Ну, это камень. Естественно. Это легче. Александр, а ну-ка. Александр Македонский, победитель, наверное. Победитель, точно. Видите? Но, друзья, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Слушайте. Но четвертый знаменитый стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вот почему мы глубоко верим, мы исповедуем и провозглашаем исцеление в имени и в крови Иисуса Христа. Алекс, у тебя есть потрясающее свидетельство, ты говорил это, возможно делился со зрителями импакта, что однажды ты молился о своей жене, которая имела физический недух годами. Это был не месяц или два, это не был просто насморк или головокружение, что-то особое было. И вот единожды, когда на тебя благодать сошла, там что-то произошло. Да, действительно, в моей жизни был не один этот случай, Юрий, о котором ты рассказываешь. Это было даже пару случаев. Но первый случай я хотел бы коротко поделиться. Это было, когда мы приехали в Америку, я уже был студент в колледже. И однажды, где-то около 12 часов ночи, жена уже пошла спать. И я учил уроки на следующий день. И я слышу, жена пришла, я слышу такой плач, она очень плачет. Какие-то появились боли у нее в спине сзади. И она пошла обратно в спальню, легла, и я пришел к ней и начал молиться. Но у меня такое побуждение было молиться не один раз. Я начал молиться за нее. Боли продолжаются, она плачет. Я потом помолился, походил по комнате, второй раз помолился. Помолился все тоже, изменений никаких нет. Потом я помолился третий раз. А в соседней комнате спал наш родственник, брат жены. Я тогда позвал его. Говорю, Витя, иди будем молиться за мою жену. И где-то на пятой или на шестой молитве. Я продолжал молиться, и где-то на пятой или на шестой молитве. Меня посещает сила Божия. Меня посетила такая сила. Я как по сей день помню, это прошло уже лет до 20, наверное. И меня посещает сила. Я подхожу к моей жене, и я возлагаю на нее руки. И слова, которые вышли из моих уст, я никогда не забуду. Выходят слова «прими исцеляющую силу Господню». И она в тот же момент вскакивает, садится на кровати, поднимает руки вверх и благодарит Господа. Произошло моментальное исцеление. И я говорю, что произошло? Говорит, остались только теплые места на том месте, сзади, на спине. По-видимому, это были почки, возможно. Я по сей день не знаю, потому что больше никогда такого не было. Но что самое интересное дальше было? Я, когда эти слова сказал «прими исцеляющую силу Господню», я почувствовал, что я сильно ослабел после этого, потому что я начал шататься. Сила изошла на нее, и там была стена, и я, вы знаете, прикоснулся к стене, и я стою, я просто как вагон угля разрузил, как шахтеры. И вы знаете, я вспомнил то место, когда, именно в тот момент я вспомнил место, когда Христос и женщина. И Он сказал ей «кто прикоснулся ко мне?», потому что я почувствовал силу, исшедшую из меня. И вы знаете, я почувствовал то же, что пережил Иисус Христос 2000 лет назад. Поэтому это Господь исцелил мою жену, это первый случай. Ну, второй, там немножко длиннее история, но там тоже, и может быть, если время у нас будет, я расскажу. Но этот случай, о котором я сейчас рассказываю, я свидетель, моя жена свидетель, мой родственник свидетель. И когда девочку спросили «а где Иисус?» И Иисуса нету. Она сказала «а как нету? Я сегодня утром с Ним разговаривал». Поэтому я свидетель, что Бог живой. Вы знаете, о чем говорит воскресение Иисуса Христа? Воскресение Христово говорит о том, что исцеление сильнее, мощнее любой болезни. Воскресение Христово говорит о том, что жизнь сильнее смерти. Воскресение нашего Господа Иисуса Христа говорит о том, что любовь сильнее ненависти. Воскресение Иисуса Христа, я провозглашаю сегодня с этого прекрасного, благословенного места, Это говорит о том, что свет сильнее тьмы. Поэтому из-за этого и мы провозглашаем авторитет имени Иисуса, авторитет Его святой, драгоценной, безгрешной крови. Капли этой крови достаточно для всего. Одной капли достаточно для исцеления всего человечества, спасения всего человечества. А Он не просто одну каплю пролил, Он кровь пролил, и Он жизнь отдал. Это уже здорово, это уже очень здорово. И смотрите, написано, Он извлязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это то, о чем мы сегодня говорим. Поэтому, знаете что, сегодня это не похорона. Сегодня не похорона. Видите, ранами Его исцелились. Это сегодня, мы не просто на похоронах, мы хороним нашего Господа. Вы знаете, Он в такой славе пребывает, что нам и не снилось. Только отчасти знаем, отчасти разумеем. Но наступает время, и настало уже, когда наши собственные глаза увидят славу Его. Для этого Господь, по большому счету, и приводит импакт на святую землю, в Иерусалим. Для того, чтобы мы с этих мест, святых мест, говорили о том, провозглашали о том, что нет другого имени под небом данного человеку, только в имени Иисуса Христа. Мы говорим о том, что на этой территории, на этом пятачке земли начиналась история человечества. Здесь она и завершится. Поэтому, смотрите, все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден, и он был на заклане, и как агнец предстригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Но от уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Действительно, знаете, это мой грех повел его на крест. Это мой грех повел его на распятие. Это мой грех дал ему смерть. То есть это то, что совершил человек. И я не говорю, что это они. Я не говорю, что это вы. Каким бы праведным в глазах человека не был я, я знаю, что в глазах Господних я согрешил. В глазах Господних написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Не было праведного ни одного. И поэтому мы можем сегодня говорить авторитетом Слова Божьего, что в Его воскресении, то есть в Его смерти вначале, в Его воскресении воскресли и мы. Именно в Нем, именно в Нем, именно в Нем, пастор Питер, то есть вне Его, вне Его, вне имени Иисуса, вне Его смерти и вне Его воскресения. Прошлое человека было очень плохое. Настоящее – никудышнее, а будущее еще хуже. На самом деле это так. И мы можем немножко вспомнить Светхого Завета. И Новый Завет нам говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Поэтому Иисус Христос взял на Себя немощи, чтобы Ты был здоров. И Иисус Христос умер для того, чтобы мы жили. Только в Нем наша надежда, наше упование и наше спасение. Потому что Иисус Христос и нет другого имени под небом. И мы сегодня об этом говорим, мы повторяем, и я думаю, будем повторять еще много-много раз. Нет другого имени под небом. Только в Нем, только Он, наш Спаситель, наша цель и наше будущее. Аллилуйя! И вы знаете, мы сегодня так глубокой грудью, свободно, можем радостно, улыбаясь, можем, знаете, ну, можем жить, можем говорить, можем вот перед вашими светлыми очами, можем торжествовать во Христе, так или нет? То есть нет причины для уныния, нет причины для страха, нет причины для сомнения. Он сказал, живу я и вы будете жить. Живу я и вы будете жить, Алекс. Да вообще, Юрий, стоя на этом месте, где 2000 лет назад вышел отсюда Спаситель, кстати, вот здесь есть камень, но это копия его маленькая, но здесь был, представляете, какой огромный камень? Это просто мы сейчас вспоминаем, даже вот здесь вот его крутили, да, вот ложбина такая есть. Поэтому, говоря на эту тему, о которой вы говорите, смотрите, в этом регионе земного шара проливалась кровь, тельцов, обнов. Сколько ее было пролито за тысячелетия? Миллионы галлонов, наверное. И только Иисус Христос, для того, чтобы больше не гибли эти невинные животные, Он стал этой жертвой. Слава Ему! Вы видите, воскресли даже утро сегодня, вот это мы прямо ранним утром, даже, смотрите, слышите, как оживает природа, слышите, как птицы дают свой голос. Ну и дальше говорит, да, Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Затем, но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Он узрит потомство долговечное. Это пророческий, это было сказано наперед, это было сказано, по-моему, за почти 700 лет до рождения Иисуса Христа. Он узрит, то есть это было пророчество сказано в твою судьбу. Этим потомством долговечным являюсь я, пастырь, наши семьи, наши дома, наши дети. Потомство долговечное. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Действительно, на нас Он смотрит сегодня с довольством, ну, по крайней мере, хотелось бы, друзья. Хотелось бы, чтобы Он радовался. Хотелось бы, чтобы Он действительно, ну, чтобы сердце Его, глядя на нас, так не томилось, не скорбело, не угнеталось, а радовалось, да, что действительно не напрасна Его кровь. Да, те из нас, друзья, для которых наш Господь является Господом и Спасителем, мы очень серьезно относимся к тому, относимся к тому, что Он совершил. Мы серьезно относимся к тому, кем Он есть и что Он сделал для нас. И поэтому по-другому жить не можем, поступать не можем, смотреть не можем, думать не можем, мыслим одними категориями. Если Он сделал это для нас, что с моей стороны? Что осталось с моей стороны? Что я должен сделать, чтобы возвратить к Нему то, хотя бы частицу того, что Он совершил для меня? Немного мы можем сделать. Знаете, что мы можем сделать? Своей жизнью, богоугодными поступками, своей жизнью, поведением своим, образом, стилем, может, своей жизни, мы демонстрируем того, что Его смерть была не напрасна. Аминь. Не напрасна. Да. Не напрасна Его смерть. Вот, друзья мои, ряд из вас, наверное, возможно, вы впервые встречаетесь с христианами, возможно, вы случайно переключили на телеканал «Импакт». Знаете, что ты можешь принять Его Господом и Спасителем сегодня? Знаете, пророчески Он сказал и о тебе. Я просто говорю некоторым пророческое слово сегодня. Пророчески Он сказал и о тебе. То есть, что спасение Он и тебе принес. Спасение Он дал и твоим детям, и твоему мужу. Спасение для тебя. Спасение, избавление и освобождение от греха – это не только для нас, каких-то, видите ли, избранных, привилегованных. Нет, спасение для всех без исключения. Без исключения. Каждый нуждается в спасении. Каждый нуждается в освобождении от грехов. Нет такого человека. Каждый нуждается в жизни вечной. В жизни вечной с Ним. Поэтому прими это обетование. Прими это пророческое слово сегодня. С этого прекрасного места. Смотрите, что дальше говорит. Затем, посему я дам ему часть между великими. Представляете, что каким триумфом, каким торжеством. Просто это слово победы. Это настолько сильное, мощное, потрясающее слово. Завершающий мажорный аккорд. В знаменитой 53 главе. Посему я дам ему часть между великими и сильными. Будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих. И за преступников сделался ходатаем. Сегодня мы не одни. Пастори, сегодня мы не одни. За преступников сделался ходатаем. Кто у нас сегодня есть на передовой? Смотри, пастор, кто на передовой? Разве мы одни? Разве мы сироты? Разве мы где-то в безбрежном океане выброшены на необитаемый остров? На нашей стороне не человек. На нашей стороне сам Бог. Вау! Не человек, не кто-то там сильный дядя. Не просто какой-то новый русский с толстым кошельком. Или на Роллс-Роллсе, который ездит. На нашей стороне Бог богов. Царь царей. Господь господствующий. Аллилуйя! Слава Богу, друзья, хочу немножко развить вот эту тему важности пролитой крови Иисуса. Потому что многие до сих пор не понимают, неужели нужна была смерть? Для чего Иисус пошел на страдания? Но, знаете, в Ветхом Завете, принося в жертву животных, священник как бы заглаживал вину и грехи людей. Вот почему нужно было постоянно, сделал грех, нести барана, нести овцу, нести голубя на жертвенник, тельца, в зависимости, наверное, от качества или количества грехов. Но здесь написано в послании к евреям, что Христос вошел в нерукотворенное святилище, как делали это один раз в году на праздник Йом-Кипур. Священник, он однажды входил и окроплял ковчег Завета, исповедуя грехи всего Израиля. Наш Господь, смотрите, вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И здесь написано, он явился однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. Ибо как человекам однажды суждено умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих и во второй раз явиться для очищения, не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. В принципе, здесь апостол Павел в послании к евреям, он как бы рассказал суть той жертвы, которая была пролита здесь на Голгофе кровью нашего Спасителя. Еще там, в Бытие 3 главе, когда человек согрешил, когда человек ослушался Бога и начал вкушать запретные плоды, он написано, как Господь сказал, в день, в который ты вкусишь, смерть и умрешь. То есть произошла эта духовная смерть. И мы, как люди, мы унаследуем, рождаясь на эту землю, греховную природу Адама и Евы. То есть мы мертвы для отношений с Богом и для того, чтобы восстановить эти отношения. Сам Бог однажды показал пример. В Бытие 3 главе написано, что Он сделал Адаму и Еву одежды кожаные из животных. То есть Он как бы сам показал путь, которым можно восстановить отношения с Творцом, с Создателем. И когда была пролита кровь, одежды кожаные, они как бы дали возможность опять Адаму и Еву пообщаться с Богом. Но после очередного греха опять эта стена между святым отцом и грешными людьми. И это продолжалось на протяжении тысяч лет. Как вы сказали, миллионы галлонов крови животных было пролито здесь, в Иерусалимском храме. Но Христос, Он отличался от всех нас, сынов человеческих. В чем Его была сущность? Он не унаследовал греховную природу Адама. Мы знаем это сверхъестественное явление, когда Дух Святой сошел на Деву Марию, и она зачала от Небесного Отца. Она, по сути, выносила просто ребенка, в котором не было отравленной грехом крови. Крови, которую унаследовали каждый потом Акадама. И Его святая кровь, священная кровь, это не была кровь, как у всех нас. Его кровь была такой, что смогла восстановить наши отношения с Богом. Вот почему Он согласился стать добровольно жертвой. Вот Он почему пошел добровольно умирать. Почему Он пролил свою кровь, чтобы вернуть нас в Эдемский сад, вернуть нас в общение со святым, великим, всемогущим Богом. Поэтому мы радуемся. Знаете, некоторые конфессии, они скорбят о смерти Иисуса. Они постоянно в черном, они оплакивают. Я всегда говорю, просто дочитайте последнюю главу Евангелия. Он не просто умер, Он воскрес. Это благая весть, это радостная весть, что смерть побеждена. Ад, где твоя жалость? Смерть, где твоя победа? Христос воскрес. И это благая весть для каждого из вас, дорогие телезрители. Была сильная мысль сказана, пастор Юрий, о том, что во святое святых, к концу веков Он вошел, во святое святых, не с кровью тельцов и овнов, не с животной кровью, но со своей драгоценной кровью. И дал нам вечное искупление, в другом месте написано. И кем сегодня является пред престолом Бога Отца кровь своего единственного возлюбленного сына? Кем она является? Она ходатайством за нас. Она предстоятель пред лицом, пред престолом Бога Отца за нас. И кем это практически, чем это может быть служить для нас, для человека? Знаете что? Когда, может, ты чуть-чуть пошатнулся, усомнился, когда что-то произошло, когда, может быть, ты заболел или заболела, когда, может быть, какие-то обстоятельства гнетут твою душу, когда ты оступился, может быть, как некогда Петр, который тоже прибежал сюда, кстати, прибежал сюда для того, чтобы убедиться, которому Иисус Христос простил его грех, сделал его великим корифеем истории христианства, жизни христианства, евангельской веры. И когда это происходит в нашей жизни, Бог и Сын говорят своему Отцу, находясь на престоле, я так визуально почему-то так особо не вторгаюсь в пределы для меня недосягаемого, но допускаю мысль. Сын говорит Отцу, Отец, я это совершил, вот моя кровь, это за его грех. Да, он согрешил, да, он ослабел, да, он заболел, да, он что-то еще что-то произошло, да, он отрекся от меня, да, он может, или она, может, его сын, или его дочь где-то стала блудным или блудной, ну вот моя кровь, для того, чтобы пришло прощение, я прошу тебя, и как ознаменование того, что он это совершил наперед, что его крови достаточно было не просто для прошлого, не просто для настоящего покрытия, но для всех времен и поколений и тысячелетий будущего, вот это да, это уже сверхъестественно, это уже, ну как, это уже божественно, я вам так скажу, так же, Алекс, или нет? Написано еще, без пролития крови не бывает прощения, и вы уже сказали, кровь драгоценная, вообще, если уходит кровь с организма, все, смерть наступает, поэтому, если так рассуждать вообще за кровь, видимо, Господь, Творец наделил кровь, да, и мы все знаем, медики знают, из чего состоит кровь, это не вода, это кровь, поэтому такую силу, какую имеет кровь для человека, такую же силу имеет кровь Иисуса Христа, которая пролилась, это действительно миллионы людей, которые жили до нас уже в течение двух тысяч лет, и еще будут жить, и на всех хватит крови, это слава Богу, это вообще такая новость, просто ошеломляющая, кровь Иисуса Христа прощает от всякого греха, сколько было преступников, и даже мы видим, в этом, кстати, недалеко отсюда, крест и два разбойника, и один из них покаялся, кровь Иисуса Христа уже проливалась на кресте, и она уже тогда имела силу, это было, наверное, первое прощение. Вы представляете, что весь Ветхий Завет, он указывал наперед, он указывал на грядущего Мессию, он указывал даже через вот этот дух и букву 53 знаменитой главы Исаия, было указано мессианская глава, это мессианское послание пророческое было, наперед, 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 это будет, это придет, это произойдет, и весь Новый Завет он указывает назад. То есть, представляете, что действительно глаза и внимание всей Вселенной в тот момент было сосредоточено на этом маленьком пятачке, на Голгофе, глаза всей Вселенной, всех небожителей, всех патриархов великих, всех ангелов, всех серафимов, я так допускаю, херувимов, когда они смотрели на то, что совершает Творец Вселенной на земле, на Голгофе, и поэтому, когда мы прошли это, когда мы пережили это, потом весь Новый Завет, он уже указывает назад, то есть, он назад показывает, поэтому вот это было слишком серьезно, это настолько серьезно происшедшее, дьявол старается это умолить, да что там, да что там, дьявол старается унизить это, там ничего, ты своими силами, да ты такой хороший, да вот ты такой благородный, да ты такой правильный, да зачем тебе кровь, это какой-то безумие, крест какой-то, какой-то разбойник. Друзья, это настолько серьезно, это настолько неописуемо, необыкновенно, что игнорировать этим, это преступно, небрежно, сохрани нас Бог в этом. Просто, пастор, я чувствую, что у тебя есть слово именно касательно этого. Пожалуйста. Важный момент еще, то, что в Иисусе Христе мы имеем большие обетования, и я хотел бы несколько из них, или как минимум одно из них сейчас сказать. Иисус Христос освободил нас от страха. Важный момент, когда ангел явился пастухам, он сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Это благая весть. Сегодня этот мир переполняет страх, депрессия, отчаяние и неуверенность в завтрашнем дне. Вы, Иисусе Христе, ответ на наши нужды, на наш страх и на наши переживания. И важный момент, после воскресения тоже ангел Господень сказал Марии, не бойся. То же самое, может быть, у тебя есть страх, может, у тебя есть переживания. Сегодня мы это провозглашаем. Да, с человеческой точки зрения непонятно, как вы уже сказали, при чем здесь кровь, при чем здесь распятие. Но мы понимаем, что именно это единственный путь, ибо нет другого имени под небом, через которого надлежало бы нам спастись. Только вы, Иисусе Христе, а ответ на наши нужды, на наши вопросы, наши немощи и наши болезни. Поэтому сегодня мы, как я уже говорил, еще раз, еще раз провозглашаем, проповедуем и утверждаем, Иисус Христос, единственный путь, единственный выход, и только в нем наше настоящее и наше будущее. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья, со святой земли, с престольного града Иерусалима, я говорил вначале, матери всех городов, всех стран, отсюда именно мы вещаем эту прекрасную программу влияния. И если, может быть, тебя устрашает смерть, если ты, может, не уверен в завтрашнем дне, а мы хотим просто утвердить, убедить тебя, и об этом была наша молитва до эфира, и об этом наша молитва будет сейчас, просто утвердить тебя, чтобы ты стал решительный, твердый и непоколебимый. «Живу я, — он говорит, — и вы будете жить. Живу я, — и вы будете жить. О, это так здорово, это так велико. Мне нечего страшиться с завтрашнего дня, мне нечего опасаться, мне нечего устрашаться, мне нечего сомневаться». Знаете, для ряда из наших зрителей, Алекс, обращаюсь к тебе, для ряда из них, переступить черту и встретиться с неизвестным, для них это так страшно. А что же ждет меня? Прожил жизнь, как хочу, так и ворочу. Прожил жизнь небрежно, возможно. Прожил жизнь плохо. Может, так накуролесила судьба, и приходишь ты к концу своей жизни, и тебя мучает внутренность, совесть не дает тебе спать, бессонница ночью берет. Потому что я же не просто так с потолка беру, мы встречаемся с такими людьми. Я стоял у гроба одного пожилого человека, старого, по-моему, 74, ну, если вам 73, вы еще очень молодой. Но он был как выжатый лимон, братья. Он был в прямом смысле этого слова, как выжатый лимон. В глазах нет блеска, потухший взор. Я так стоял у него, говорю, послушайте, так и так, говорю, вот с чем вы пришли к рубежу своей жизни? О, он говорит, пастырь Юрий, бесплодно, плохо прожита жизнь, бесцельно. Я говорю, семья, дети, никого, то есть у смерти, у смертного одра никого не было, я никому не нужен. Я начал убеждать его, постой, 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 говорю, у вас в вашей груди бьется дыхание, еще сердце бьется. Я говорю, возьмите вашу руку, положите, он положил, бьется. Я говорю, у вас есть надежда, у вас есть еще шанс. Знаете, то, о чем я говорю, это не лайсенс, это не лайсенс ко греху, о том, что живи как хочешь всю жизнь, и вот уже в покибытии, перед самым покибытием ты покайся. Но у нас, для христиан, вера евангельская для нас, вот образ нашей жизни христианской, это не просто для того, чтобы вот куда ж моя душа пиде, куда ж она пиде. Вот я хочу с Боженькой быть, и вот я вот стараюсь изо всех сил, концентрируюсь на всем себя, для того, чтобы вот Богу угодить. Нет, если Он сделал это для меня, ради меня, вместо меня, на кресте Голгофы, воскрес для оправдания моего, так по-другому я не могу. Вот почему я с надеждой смотрю в будущее, по-другому я не могу. Я не могу, это стало образ моей жизни, это стало фибрами моего организма. Угодить Ему, служить Ему. Почему мы любим Бога, Алекс? Не из-за того ли, что Он прежде возлюбил нас? Не из-за страха наказания? Не из-за страха, что вот меня это встретит где-то неизвестность какая-то в потусторонней жизни? Нет. Но я знаю, что Он с объятиями, с раскрытыми объятиями встретит меня. Когда мне надо будет отдать отчет в уповании, я знаю, Он скажет мне и вам, служители, и многим из вас, братики и сестрички, партнеры служения, Он скажет, Войди в радость господина твоего, в верный и добрый раб. Раб, пожалуйста. А душе каждого человека, каждого человека, живущего на этой земле, надлежит пройти три состояния. Это в очреве, на этой земле и за гробом. И на земном шаре существуют тысячи, наверное, я думаю, сотни или тысячи национальностей. И кто бы ты ни был, богатый, бедный, любого цвета кожи, у тебя есть душа. Веришь ты, не веришь, душа существует вечно. И придет момент, когда это тело ты оставишь, и душа твоя пойдет в определенное место. Но вопрос стоит, куда она пойдет? Мы не боимся смерти. Стоя на этом месте, где смерть была побеждена воскресением Иисуса Христа, мы не боимся смерти. Потому что мы знаем, что мы будем жить вечно с Господом на небесах. Об этом написано в Библии, мы читаем с детства об этом. И поэтому мы радуемся сегодня, потому что Христос воскрес, и мы воскреснем. Как бы тебя ни научили в детстве, какие бы ты книги ни читал, говорят, атеисты на Одре смерти перестают быть атеистами. И только один, мы знаем это из истории, Вольтер, который жил в Европе. И он пожалел о том, что он говорил всю жизнь, но уже было поздно. Поэтому еще пока ты живой, пока душа в твоем теле, прими Иисуса Христа. Потому что вечность существует, есть две вечности. Нету три вечности, есть вечность или в Царстве Небесном с Богом, или в аду. Об этом говорит Библия, это не мы сегодня говорим с братьями. Об этом говорит Библия, поэтому мы радуемся, что мы не боимся смерти. Мы будем жить вечно с Иисусом Христом. Аллилуйя. Поэтому, друзья, видите, время стремительно утекает или течет, как вода. Друзья, но этого времени достаточно, находясь вот прямо здесь, прямо у этого места. Времени достаточно для того, чтобы мы обратились к тебе сегодня. Если Господь сделал это в моей жизни, Господь силен, Господь может, и Он сделает это и в твоей жизни. Если Господь сделал это в жизни, в судьбах миллионов и миллионов последователей истинного христианства, истинного, ни религии, ни традиции, ни мертвой буквы, но истинного христианства, если Он сделал это в жизни и в судьбах миллионов и миллионов людей, Он сделает это и в твоей жизни. Он не изменился. Он не изменился. Я имею последнюю хорошую новость, что Господь сегодня Духом Святым, Он пребывает везде, написано о Нем, что Он вездесущий. Он не только здесь, с нами, в нас, Он также и там, где Ты есть. Он настолько великий, необыкновенный, Он настолько неописуемый, но в Своей великой милости и любви Он соблаговолил вселиться в мое сердце. Я всегда, не всегда, но временами цитирую в проповедях, о неужели, Царь Вселенной, простор небес Твоих так мал, что в хижине моей телесной Ты храм воздвигнуть пожелал. И поэтому вот почему мы торжествуем. Третья личность Божества – Дух Святой. Он не оставил нас сиротами. Когда Он вознесся, Он говорит, дам Вам утешителя. У нас Дух Святой. Вот почему радость на наших лицах. Вот почему ликование на наших устах. Торжество в нашем Духе. Почему? Дух Святой во мне. Царство возлюбленного Сына для меня. Я не Божитель. Ноги ходят по земле, а голова уже в облаках. Знаете, я хочу прочитать очень замечательное место Колоссянам, святого апостола Павла. Он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, посмотрите, оказывается, Христос не только воскрес сам для себя, Он воскрес для нас, Он воскрес для вас, дорогие телезрители. Если это произошло, о горнем помышляйте, а не о земном. То есть мы уже не принадлежим этой земле. Вместе с воскресшим Спасителем мы стали принадлежать Царству Неба. Это замечательно. Там настоящая наша Родина. Ни Америка, ни Европа, ни Украина, ни Израиль даже. Ни этот земной Иерусалим нас манит. Нас манит небесный Иерусалим. Город, где мы всегда будем вместе с Богом и друг с другом. Так когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Посмотри, какие замечательные слова. Почему Иисус умер не только за себя, Он умер за нас, чтобы забрать наши грехи. Написано, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыновья человеческие стали сыновьями Божьими. Это замечательное высказывание, которое ободряет меня. Потому что я уже в Боге, во Христе не только являюсь членом или жителем этого земного общества. Я вместе с Ним, живя на земле, уже предвкушаю, я уже планирую, я мечтаю однажды водвориться в тех дворах, куда ушел мой Спаситель. Он сказал, я ушел на небо, чтобы приготовить для вас обители. И когда я приготовлю, я вернусь за вами, я заберу. Мертвые во Христе воскреснут, и вы, живые, вместе с ними встретимся на облаках, на сретении с Господом, чтобы всегда быть с Ним в небесном Царстве. Вот благая весть, что мы не проклятые грешники, что Иисус забрал проклятие, и вместо проклятия Он дал свое благословение. Сегодня живите так, как будто вы действительно уже не принадлежите этой земле. 70, 80, 100 лет – это всего лишь фрагмент, это мгновение по сравнению с вечностью. Вечность никогда не закончится. Живите с Богом, любите Господа, и однажды вы будете там, куда Он вошел. С этого места, с гроба, водворившись к Небесному Отцу в Его святые дворы, в Его Царство. Аллилуйя! Жив Господь, Жив Господь! Пожалуйста, в завершении, пастор Питер, пожелания нашим зрителям. Я хотел бы сделать пожелание, и это пожелание будет для Церкви Христовой. Библия говорит нам, в Священном Писании повествует нам, что во время жизни Иисуса Христа были тоже воскрешения, и Он воскресил Лазаря. И что интересно, когда Иисус пришел для того, чтобы воскрешать, Он поручил кое-что, чтобы сделали люди. Первое, Он сказал, отвалите камень. Ему сказали, уже смердит, но Он сказал, отвалите камень. И когда Он сказал, Лазар, выйди вон, Лазар вышел, и Иисус опять сказал, развяжите его, пусть идет. Друзья, Иисус будет делать с своей стороны, но мы должны делать то, что должны делать мы. Мы должны отваливать эти камни. Да, смердит. Честно говоря, иногда неприятно бывает даже о грехе, о греховном человеке говорить даже. Но это наша задача, развязывать, чтобы люди шли, получая спасение, славили и благодарили нашего Бога. Аллилуйя! Жив Господь, пожалуйста, Александр. Я только могу сказать, стоя на этом месте, написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. И это подтверждает даже то, что сзади, за нашими спинами Иисус Христос воскрес, и мы воскреснем. Поэтому мое сердце наполняет величайшая радость, что я нахожусь в Иерусалиме, там, где ходили ноги спасителей Иисуса Христа, там, где Он принес спасение, там, где Он пострадал и воскрес. И сегодня Он живет на небесах со Своим Отцом, и мы там будем жить вечно. Да благословит Вас Господь! Друзья мои! Итак, ряд из вас сегодня, встречаясь с нами, возможно, впервые, возможно, на протяжении последнего года или двоих вы встречаетесь регулярно, может, ваш ремонт-контрол переключает телеканалы, и вы периодически останавливаетесь на этом телеканале под названием «Влияние». Для этого Бог и поставил нас, и дал имя этому каналу «Влияние, импакт», то есть удар. Это и является влиянием, это и является удар. Ох, как не нравится сатане, ох, как не нравится его приспешникам, демонам, бесам то, что мы делаем сегодня. Ох, как не нравится, что мы сегодня провозглашаем от одного берега до другого берега о том, что он жив. Ему не нравится, он думал, что он похоронил грок, прибил, все, и больше ничего нет. Но если вы сегодня, встречаясь с нами, вы говорите так, если так убедительно, так настойчиво, так искренно эти телеевангелисты, они говорят, если это есть, если Бог-то есть, если действительно это правда, я хочу быть таким, как эти молодые люди здесь, я хочу, у вас есть шанс сегодня принять его Господом и Спасителем. Поэтому я совершу молитву, совершу с этого святого места, со святого града, я благословлю вас. И мои служители, они соединятся вместе со мной. Господи, мы благодарим Тебя сегодня. Я благословляю каждого зрителя, я благословляю каждого телезрителя, я благословляю именем Твоим, Боже, я благословляю молодых и пожилых. Пусть придет воскресенье в их жизнь, да воскреснут они для новой жизни. Благословляю силой Духа Святого Коснись, возроди, подними Твоим святым словом, Твоими откровениями Оживи во имя Иисуса Сегодня пусть слабый скажет, я силен А пусть бедный скажет, я богат Во имя Господа Иисуса Аминь Итак, помните, Иисус Христос любит вас Мы также любим вас Будьте благословены Шалом вам